Сложно представить, но за свою карьеру Джереми Хорн провел 119 официальных поединков, из которых выиграл 91 и 63 из них завершил сабмишном. Но еще более удивительный факт, что за это время он не получил ни одной серьезной травмы или перелома. И как он сам рассказывал в интервью, две травмы, которые ему запомнились, это растяжение в поединке с пауком и удар головой в сойку клетки, в которую Джереми влетел на спарринги во время тренировки. В остальном, этот парень был просто неуязвимый и неубиваемый. Как по мне, Джереми очень недооценили в свое время и даже не каждый про него знает, а он был тем, кто дал серьезный бой Фрэнку Шемраку на пике. Легенда 16 минут не мог финишировать Хорна, но затем провел рычаг колена и все-таки сумел защитить свой пояс. Также Джереми дрался и с другими топами своего времени, такими как Кутюр, Лидел, Минотавр, Арона, Паук, Айвилд, Сонен, Гриффин, Фултон, Северн и т.д. При этом если он и проигрывал, то частенько близкими или даже раздельными решениями и за свою карьеру ни разу не улетел в чистый нокаут. Так что сегодня мы вспомним этого неудержимого зверюгу и пройдемся по самым ярким и важным поединкам Джереми в карьере. Стартуем с турнира восьмерки EFC, 2003 год и в одной сетке собирают целую кучу перспективных молодых бойцов, а в будущем звезды ММА. Маурисио Хуа, Чейл Сонен, Ренату Сабрал, Форест Гриффин, Тревор Прэнгли, Михаила Витисян и конечно же Джереми Хорн. На первой стадии Джереми достался борец-вольник Михаила Витисян, который в свое время был одним из лучших бойцов 90-х и блистал на рашен абсолютках, но на этот поединок он выходил уже после двухкодичного простоя, да к тому же простреленные колени давали о себе знать и он был в закате своей карьеры. Михаил был просто машиной по проведению тейкдауна и этот бой не стал исключением. Отличный перевод в партер и моментальный ответ от Хорна гильотиной. Джереми дважды был близок к финишу Михаила, сначала он накинул треугольник, а затем армбар, но оба раза мимо кассы. Не смотря на длительный простой Михаил показал отличное выступление и дал Джереми трудный бой, а при проведении армбара до последнего не хотел стучать, чем немного смутил Хорна. Джереми видимо просил рефери остановить поединок, так как не хотел ломать сопернику руку, но тот оказался из секты Амасаки и приказал ломать ее полностью. Так что Михаилу все же пришлось стучать, а Джереми оформил очередной для себя сабмишн и прошел следующую стадию турнира. Этот бой стал последним в карьере Михаила Аветисяна и он повесил перчатки на гвоздь. А если хотите глянуть обзорчик на его карьеру и бои в 90-х, накидайте видосу лайков и дайте обратную связь в комментариях. Пройдя в полуфинал, Джереми вышел на Фореста Гриффина, который обошелся не очень хорошо с Чейлом Соненом, придушив того любимым приемом треугольников. Довольно мощное начало от Фореста, который давит Джереми к сетке и разбивает сериями ударов, также подключая к делу коленей. Гриффин переводит Джереми в партер и забирает спину, но Хорн моментально скидывает в себя этот рюкзак. Размену сетки и Форест роняет Джереми апперкотом и до самого окончания раунда бойцы проводились в партере. Еще один размен в начале второго раунда и на этот раз Джереми забирает эпизод, так как его удары были более точны. Ну а далее было очень много борьбы в партере, пока рефери из-за малой активности не поднял бойцов на ноги. Джереми заряжает убойный хайкик, который врезается в открытую форточку Фореста и тушит ему свет. Шикарный финиш от Хорна и он становится финалистом турнира восьмерки, а про этот нокаут Джереми говорил, что считает его лучшим в своей карьере. У него был еще один нокаут хайкиком, но тут получился скорее шлепок, а не акцентированный удар. Но даже такого шлепка вполне хватило, чтобы до устрачки напугать Джейсона Аллара, который сразу решил сдаться. В финале турнира Джереми попал на бразильца Ренату Сабрало, который побил уже Маурисио Хуа и Тревора Пренгли. Начало встречи осталось полностью за бразильцем, который сначала неплохо поработал в стойке, а затем перевел Джереми на канвас. Хорн накинул треугольник, но бразилец ускользнул из удавки и ответил бомбардировкой ударами, миксуя их локтями. В концовке второго отрезка Джереми был близок к камбэку, он сумел удивить Сабрало треугольником, но время вышло и прозвучал гонка. Так что Рената довел поединок до решения судей и забрал бой единогласно, а в одном из интервью признавался, что считает победу на том турнире самым большим достижением в своей карьере, невзирая даже на то, что он становился чемпионом страйкпорс в полутяжелом весе. Как вы помните, на этом турнире выступал американский ганг Серчел Соном, который проиграл треугольником Гриффином и таким образом не подрался с Джереми, но в будущем их ждала целая трилогия. Впервые они встретились на турнире Extreme Challenge в мае 2004 и этот бой Джереми выиграл остановкой врачами. Затем спустя 4 месяца состоялся реванш на турнире Battleground и на этот раз Хорн финишировал Чейла гильотиной. Так что для полной коллекции не хватало нокаута и на турнире UFC 60 у Джереми появилась возможность его оформить. Чейл не стал ничего придумывать и сразу перевел Джереми в партер. Видимо таким образом Соном решил хотя бы исключить финиш нокаута. Он контролировал Джереми сверху и активно работал, доставая соперника тяжеленными ударами, но Хорн ответил гильотиной, которую не смог дожать до победного. Нокаута в этом поединке не случилось, но то как Джереми заставил Чейла постучать тоже было весьма красиво. Рычаг локтя от Хорна и американский гангстер в третий раз встревает в поединке с Джереми, который стал для него настоящим кошмаром и побил его аж трижды. Еще один боец, с кем у Джереми выдалось довольно яркое противостояние, это легенда ММА и член Зала Славы UFC Чак Лиделл. Их первый бой состоялся в далеком 99-м, Чак тогда только начинал выступать и имел на счету две победы и ноль поражений. В то же время Джереми со времен поединка с Шемраком, который прошел на турнире UFC 17, провел 15 боев всего за 10 месяцев и проиграл лишь один раз. В начале встречи Джереми шлепнул Чаку оплюху хайкиком, а затем с большими сложностями затянул в партер по дороге пообеда в колене Мелиделла. Чак контролирует Джереми и жестко работает сверху, нанося десятки тяжеленных ударов, но Хор не зря терпит все эти побои. Он как опытный охотник выжидает момент, а затем хватается за ногу Чака и проводит лэглок. Финишировать Айсмена болевым не вышло и бой дошел до конца раунда, правда перед самым гонгом Джереми сумел провести удушающий через руку. И как выяснилось, Чак уже придремал и ему снились приятные сны о чемпионстве и о том, как он разматывает Артиза. Так что по итогу этого поединка Джереми одержал победу и имели Делла одной из самых громких в его тетради смерти. Прошло 6 долгих лет, Чак заматерел, стал чемпионом и снес Артиза, а его первая защита пояса состоялась на турнире UFC 54, и первым претендентом стал как раз таки Хорн, который вернулся в UFC на серии из 6 побед подряд. Уже в первом раунде Чак повел огонь на поражение и был близок к финишу 29-летнего ветерана. Хорн смог выстоять и восстановиться, правда во втором раунде снова улетел в нокдаун и казалось, что в этом эпизоде Чак еще ближе к финишу, но Джереми в этот раз выжил. У Хорна не получалось перевести Айсмана вниз, но отлично получалось собирать его пушечные выстрелы в голову, вследствие чего счет после второго раунда был 20-16 в пользу Айсмана и дело пахло керосином. В четвертом отрезке поединок был окончен. Чак пробил очередную тяжелую двойку и Джереми решил, что с него на сегодня хватит, а здоровье надо беречь. Этот бой он проиграл тех нокаутом, который стал первым из двух ТКО за всю его карьеру, но а урон нанесенный Чаком был сопоставим с половиной его поединков вместе взяток. Так что Лидел как профессиональный коллектор выбил этот долг с максимальными процентами и все по закону. За свою карьеру Джереми подрался во многих лигах и организациях, в том числе и Японии. В 2000 году он принял участие в гран-при Линкс в среднем весе. Его первым соперником стал Кит Милк, не самый выдающийся боец с рекордом 0-4. Джереми начинает с двойного джеба и Кит переводит его в партер. Он забрасывает хор на ударами, а затем выходит на гильотину в надежде держать первую победу в карьере. Джереми срубает Кита лоу-киком и по его поведению начинает казаться, что тот больше не хочет драться, что и подтверждается минуты позже. Хорн пробивает двойку и Кит моментально сдается, а этот поединок стал для него уже пятым неудачным и последним в карьере. Таким образом, Джереми без особого труда прошел в полуфинал гран-при и через два месяца прошел финальный этап соревнований. Для победы в турнире необходимо было побить двух соперников за вечер, и первый, с кем подрался Джереми, был борец горекоримского стиля Джош Холл, который к тому моменту имел всего одно поражение и большие амбиции. Джереми решил снести голову Джоша хайкиком, и после этого эпизода поединок перешел в партер. Бойцы устроили настоящую охоту за ногами. Джереми выходит на скрутку пятки, но Джош защищается, а затем сам уже атакует ногу Хорна, но также неудачно. Джереми нарушает правила игры и переходит на руки, проводя армбар, но как только Джош его скидывает, следует рычаг колена, который ставит точку в этом поединке. Джош стучит в знак сдачи, а Джереми становится финалистом гран-при. В финале ему достался Крис Хейсман, боец с именем и опытом, который в разное время дрался со многими топами, в том числе и Федором Емельяненко, но почти все эти поединки он проиграл. Неспешная разведка лоу-киками, а затем клинч и перевод в партер от Хейсмана. Джереми бросает все силы на рычаг локтя, и Крис как может защищается и сопротивляется, но его хватает совсем ненадолго. Опыт и мастерство Джереми зарешало, и в середине третьей минуты раунда бой был окончен. Хор надерживает победу в этом поединке и становится чемпионом гран-при Ринкс в среднем весе. В том же 2000 году, в перерыве между раундами гран-при, Джереми сгонял в UFC и подрался с Юджином Джексоном, очень ярким бойцом, который закончил карьеру с рекордом 15-10, и всего один его поединок дошел до решения, так как слишком уж бескомпромиссный стиль исповедовал Юджин. Джексон поначалу постреливает джебом и смотрится довольно опасно, но Джереми переводит его в партер, и тут уже он хозяин положения. Немного залежав Джексона в партере, Джереми проводит свой очередной рычаг локтя и докручивая руку соперника, финиширует его в концовке первого раунда. На протяжении 19 лет Джереми дрался в самых разнообразных лигах и локациях, в подвалах, спортзалах, стадионах, становился чемпионом во многих второстепенных лигах и выступал в трех весовых категориях, от среднего до тяжелого. Дрался с настоящими легендами и куда более опасными и честными бойцами, такими как Гарри Майерс, но его стиль не был похож на условного Диего Санчеса, так как при таких раскладах Кукуха Хорна точно нашла бы себе новый дом. Он делал то, что умел лучше всего, а именно ловил на прием, хотя и в стойке был неплох, и Гриффи не дар соврать. По этой причине большинство поединков Джереми проходили в партере, и в них было не так много экшена, который вы хотите получать. Так что этот обзор получился немного короче, чем хотелось бы, но надеюсь он вам понравился и таким. Так что если это так, ставьте лайки и помогайте комментариями и продвижению ролика, а также кто не подписан, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Субтитры создавал DimaTorzok